В Архангельске прошло празднование 25-летия со дня канонизации Иоанна Кронштадтского в столицу Поморья. По этому случаю приехало немало гостей, в их числе предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл. Участие в торжествах также принял и губернатор Неницкого округа Игорь Кошин. Он отметил, цитата, «Во времена перемен духовность приобретает особое значение. Возрождение всегда начинается с веры, а она и наша история это доказывает». Конец цитаты. О главном православном событии недели репортаж из Архангельска. В аэропорту Архангельска, патриарха Московского и всей Руси Кирилла встречали губернаторы двух субъектов Неницкого округа и области. Сразу после приземления Кирилл выразил благодарность за теплые приемы, вспомнил свои прошлые визиты в столицу Поморья. Мне приходится каждый год, и я это делаю с радостью, посещать Архангельскую землю. Но обычно эти поездки ограничиваются Соловецким монастырем и Соловецким архизилагом. Поэтому с особым чувством вступаю на землю Архангельска. В Архангельске высокие гости посетили Северный Арктический университет. Там они приняли участие в открытии памятной аудитории в честь Иоанна Кронштадтского. В одном из корпусов вуза раньше была духовная семинария, где он обучался. Сегодня в университете продолжают чтить традиции и память отца Иоанна. Студенты изучают жизненный путь Великого Праведного Святого. Издаются книги об Иоанне Кронштадтском. В общем-то в университете сохраняется память о нем. Сегодня действительно событие важно не только для университета, это событие важно для всего города Архангельска и Архангельской области. И вот такая, наверное, Божья благодать и пришло время для Архангельска. После вместе с паства патриарх служил молебен в стен строящегося кафедрального собора и проверил ход строительства. Для патриарха кафедральный Михайло-Архангельский собор – место особенное. Построить храм именно здесь, на площади профсоюзов – его идея. Благословил над далекое путешествие патриарха и курсантов парусника Мир. Молитесь во время крестного хода, сами про себя. Отцови себе своих родных и близких, о родине нашей. После делегации отправились в село Сура. Чуть больше сотни лет назад здесь люди собирались толпами, чтобы только увидеть своего земляка отца Иоанна Кронштадтского. История продолжается. На 25-летие канонизации пастыря в Пижемский район съехались его почитатели. Родные места отец Иоанн покинул, когда ему было всего 10 лет. До самой кончины он прослужил в Андреевском соборе Кронштадта и оказывал помощь любому, бедному и богатому, мусульманину и католику, китайцу и англичанину. В 19 веке то, что в культуре был Пушкин, то в церкви был, наверное, Иоанн Кронштадтский. Вот Пушкина мы называем солнцем нашей культуры, а Иоанна Кронштадтского мы тоже называем солнцем нашей святости. Почти каждый год Святой Праведный возвращался на Малую Родину. В конце 19 века в Суре основал женский монастырь. С его благословения в селе построили Успенский собор. После революции здесь был клуб, ЗАГС-кинотеатр. Его реставрацию начали буквально пару лет назад. По приблизительным данным, на годовщину прославления отца Иоанна в лик святых прибыло около 3000 человек. И у каждого на то была своя причина. И хотя зарубежная православная церковь канонизировала святого праведного Иоанна Кронштадтского раньше, чем русская, такие грандиозные встречи доказывают условности, не имеют никакого значения. Архангельск.